всем привет достали меня уже satel xv и я решил все-таки попробовать посмотреть что же это такое только я не буду просто так вот как всегда включать дурачка с точки зрения новичка и все к другое рассматривать я решил еще одновременно все это дело сравнить с обычной убунту скажу сразу я не набрасываюсь на данную сборку как обычно делаем потому что мне здесь кое-что даже понравилось рассматривать мы будем рюшечки и графическую оболочку так как внутри здесь не рассматривать нечего это обычная ubuntu 1604.2 если я не ошибаюсь то есть второе обновление итак начнем все это дело имитирует немножко классический gnome 2 аля gnome 2 то есть у нас здесь переключение рабочих столов здесь у нас скрыть окна здесь у нас индикатор загрузки цепей озву переключатель языков интернет ну и все остальные аплеты здесь у нас что-то аля в стиле gnome аля мобильный телефон то есть аля в стиле gnome 3 интересная штука нажимаете вот сюда запускается терминал вот определился мне брест беларусь и показывает вам в таком консольном виде погодку вот 7 8 и 9 как вы видите на 9 мая у нас погода полное говно товарищи полное говно поэтому я же любитель по фотографировать я не представляю как я это все буду там делать в такую погоду у меня есть теле телевичок теле объектив чтобы сдалека снимать ему требуется очень много света поэтому будет жопа будет очень очень сильно тяжело но бесят всякие колхозные штуковины допустим вот скачали вы товарищи обойну нельзя было в гимпе затереть вот этот вот копирайт вы же все равно и пиздите с интернета за надо было вот это затереть чтобы она здесь не торчала что это такой тортик сразу видно понимаете сделано вроде хорошо но сделано все равно как-то по-дилетантски видно что делали обычные люди никакие не дизайнеры и ну меня поняли ну принципе кому важна работоспособность ему будет на эту штуку насрать тем более всегда можно накачать себе любых других обой каких-нибудь и наслаждаться этим так здесь у нас обойна юзер локал бин тут видно не только одна обойна здесь еще кучи кучи всего именно старт тут то есть стартовая мелодия здесь у нас 4 не слышу так эмблема грубо короче все оформление почти здесь скрипты скрипт какой-то вижу так меню меню очень хорошо сгруппировано все здесь очень хорошо группировано сделано настройки среди как сгруппированы все не так как обычный lxd и мешанином рвол дубы flash то нахер он здесь нужен можно было бы просто я не знаю что другое без от без флешей можете мл 5 можно youtube смотреть кому надо flash поставить так в дебе в бунту софт в центр зачем он здесь тоже я не пойму вообще не работоспособная программа честно такая уже отстойная программа они за хуже наверное центра приложения вообще нет и ним и не было никогда выглядит он просто ужасно зачем есть же к дебе есть же ну в принципе если для полных таких ну боков в хорошем смысле которые не могут переносить на дух синаптик то в принципе сойдет но она подгручивает эта программа она подгручивает давайте посмотрим так давайте посмотрим сколько все это дело поджирает так 568 оперативной памяти народ это очень много для lxd и но это непростительно много честно много и что-то грузит цепи непонятно почему вот если в старых тестах вы ко мне цеплялись что я данную программу для теста не включил я и сейчас включил посмотрите просто сколько уходит на что ничего не запущено снова будете на этот вот на на эмулятор ругаться или что я не могу понять но сейчас вроде упала что это вообще было нужно можно было последить ну почему я не понимаю почему так эти буквально передвижение окошко все 35 его же чего 704 метра и около на что долин давайте мы запишем где-то моя ручка эти даже в этом доме даже листика нормального нет принципе что записываю видите 704 метра пишу взву 704 метра народ это даже с учетом дискового каша это очень много это дохрена для для lxd и тем более сейчас люди смотрят которые пользуются lxd и они блин скажут что это но это ахарусь и если человек с правильными руками этом все еще подел это все поднастроить подключить лишнее там вообще можно настолько все настроить что будет жрать но метров 60 узел хоть процессор упал так сколько мы видели процессора под 80 по 100 давайте поставим средние 60 тогда в принципе она сейчас сравнялась ну ладно просто мы не пишем какой-то процесс просто запустился просто будем сравнивать давайте просто сравним расход оперативки процессор дело тонко видимо какая-то тут хренатень запустилась я как понял они здесь фоне много чего по запускали вот типа таких хреновинок так мне понравилось что сюда добавили добавились и монки это это современный браузер с классической мазиловской мордой я сейчас постараюсь сделать то что очень трудно мне сделать это выговорить next таит навигатор то есть сохраняется внешний вид легендарного браузера который сейчас наверное должен запуститься судя по нагрузке на цепь сто процентов не народ я не видел что так lxd я работала она видите вроде бы шустро все открывается ну блин загружена все просто до ним до невозможности сейчас карта эмулятор говно хорошо сейчас мы все это сделаем господи панель работает что-то типа тинта 2 но я не понимаю зачем такие длинные кнопки вот эти делать так версия 242 и 46 здесь 16 года с такой измененной мордочкой не так он должен выглядеть ну ладно дело не в этом мы видим что все загружено до такой степени что упала видимо цепь у нас упала плюс нового раз слова 63 14 вообще непонятно как она работает давай закрывать он даже закрываться не хочет господи как она тупит не на фон народ ну запуская же другие системы они вообще шустро работают они летают они я считаю что дело в том дело не вылок сда и делала даже него бунту господи что тут происходит дело просто в том что какие-то люди нехорошие взяли лубунту и собрались не абы что надо было просто им заниматься чем-то другим что давайте запустим дефолтную лубунту ну а теперь самая-самая дефолтная лубунта на свете то есть ничего не изменено никто кроме разработчиков сюда свои копачки не сувал выглядит все очень просто выглядит не раздражающим вот единственное что между вот этими оплетами какое-то непонятное расстояние и вообще не понимаю зачем настройку электропитания засовывать в панель я ни в одной операционной системе этого не видел кроме линукса это не во всех дистрибутивах зачем вот это сюда суваль люди некоторые начинают думать что это у них какая-то проблема с батареей или вдруг в их нем со стационаре появилась друг батарея или еще что-нибудь вот это у нас умчаки наверное но я конечно юморю не не подумайте что там цепляюсь так lxl весила полтора гигабайта подозреваю что она просто перегружена ненужным говном просто они туда понашвыривали всего я вообще не показывал сколько там игр всяких добавлено просто ненужных офисный которую мало кто будет играть тут же ничего лишнего нет еще пару лет назад образ лубунту весил 600 метров но с вот этой наркоманская эволюцией образ ее достиг уже 960 примерно то есть раньше во времена когда еще были актуальны сидер болванки 700 метров как раз ее можно было туда накатать когда-то и ubuntu такая была даже на дисках ее бесплатно рассылали у меня до сих пор есть 28 10 9 10 так вот такое про простенькое меню скажу честно сгруппировано немножко похуже вот видите здесь параметры просто мешанина какая-то ну терпимо самое ужасное что я здесь вижу что они сюда добавили гномовский software центр это и объясняет почему выросла так сильно не вырос так сильно размер блять смотрите на это какой пиздец видите появилась окошко и по краям вот видны черные углы на белом фоне ну просто колхоз драны ну что вы суки делаете а блять что вот это такой зачем вы в самый легковесный дистрибутив засунули вот этот вонючий гномовский софт ванц и центр вы блять не думали о том что это будет тянуть за собой вот это вот гномовская говно понимаете такое то какой легковесности здесь вообще идут речь знаете а вы еще говорите почему я злюсь почему я там всякую хрень говорю linux самая совершенная операционная система у которой много будущих какое блять будущее когда они испортили испоганили нормальный дистрибутив что они суки сделали у меня уже простите ну блять просто руки через сраку как можно было то сюда это засунуть я не знаю ладно вы ксу бунту просрали испортили все и надо еще подпиливать после всего новую новую бунту сволочи на святое мудозвоны блин руки свои подняли кривой кривые просто это просто жесть зачем давайте восьм давайте вы сюда еще блять омарок блин или а конди засуньте с кд блин чтобы еще и шум чтобы еще больше жрал чтобы еще больше весело давайте что 2 гига весело так но тут вроде все нормально видите как бомбит меня аж пар блин валит с ушей ну мудаки блин ну просто тут так все по простому давайте посмотрим сколько это все жрет просто так какие придурки обратите внимание процессор не пожирается то есть тут несмотря на все их не прогрессивные реформы дистрибутив еще окончательно не испоганили и 317 мегабайт этой тоже много поверьте там было вообще сколько мы засекли вначале было что 500 держалась потом вообще 704 я же ничего не включал я только потом браузер включил вот 704 метра против 317 и процессор там прыгал блин от стан до блин резко 2 потом держался 60 тут вы видите с процессором все нормально тут вы видите совсем все по-другому то есть с прогрессом товарищи поздравляю вас когда-то данный дистрибутив был самым легковесным среди таких готовеньких продуктов потому что я не буду отрицать то что можно взять тот же дебиан с прямыми рука руками все так настроить что там у вас будет есть и 60 200 метров узел и будет все гораздо быстрее работать но с прогрессивным временем данная операционная система уже догоняет windows embedded то есть представляете полноценную слегка обрубанную windows 7 почти догнал по прожурливости сколько мы засекали windows embedded где-то примерно 380 370 озу на холостом смотрите ребята товарищи 317 прогресс просто прогресс на глаза просто товарищи прогресс на глаза будете мне рассказывать сейчас что ни у кого столько уже малой оперативки и да ребята в данную систему как раз и ставят люди в офисы какие-то там да кто-то и захихикает windows и спитом узи стоит нет есть такие люди которые там именно ставят в офисы на слабые компьютеры которые не хотят платить за лицензию особенно в за на западе потому что это у нас только воруют все пиздят а там почему linux и стал так актуален потому что у них привыкли платить а если ты не платить что можно в тюрьму загреметь а у нас тут видите это вот а под дверь наложит она ложит у велосипеду катит это жизнь такая понимаете у нас так принято у нас действительно начали на востоке нормально на linux обращать внимание после того как начали стерки поп из-за украины крыма и многого другого никогда стала угроза то что вот эти крупные мастодонты типа microsoft apple начнут какие-то санкции делать отключать какие-то сервисы поэтому они были вынуждены заочно заранее переводить все как гос машину на свободное программное обеспечение аналогично они сделали из железом и делают тот же самый эльбрус сколько с него не ржали машины просто охренительные сейчас скоро 2018 году выйдет 16c 18 нанометров если не ошибаюсь просто шик это же не ну если не смотреть это с точки зрения как на игровой компьютер то представьте что на 16 ядрах использовать какой-нибудь легковесный linux а у них эльбрус с если не ошибаюсь с графической оболочкой xc то есть можете представить насколько это все там будет летать есть максим горшенин у него если не ошибаюсь максим прости если вдруг нечаянно посмотришь мой ролик я перепутал твою фамилию это вот не обижайся ну вот я рекомендую твой канал людям самым упоротым которые сравнивают эльбрус с 7 или другим чем-то пусть посмотрят где ты все и по полочкам уже разъяснил чтобы я в своей матной дебильной манере не снимал очередной ролик но может быть про 16c что-то и сниму и так однозначно однозначной лыкс вы е полное говно товарищи потому что лыкс в я пожирает больше чем дебен 8 с гномом 3 понимаете а лубунту скатывается в говно тоже поздравляю разработчиков и желаю им счастья и желаю им выпить касторки может прочиститься их не кишечник прочиститься их не голова прочиститься и все остальное вот куда к чему это все идет я не знаю ну точно не к хорошему на этом все всем спасибо за внимание не обижайтесь на мою критику не обижайтесь на мой бомбеж но я такой какой и есть